Николай Алексеевич, вы меня слышите? Слушаю, слушаю. Значит, смотрите. Дело вот в чём. У нас получается так, что вот это вот 12 дней, когда вы принимаете аллахол и ножпун, вы, по сути, воюете не только со старой желчью, которую вы из печени оттягиваете на выброс. Понятно? Ко всему прочему, вы в этот момент довольно активно восстанавливаете проходимость ваших сосудов. Вот. Но есть одна проблема, которая... И таким образом вы, снижая холестерин, вы снижаете количество бляшек. В том числе и в пучках ГИСа. Вот пучки ГИСа – это образование в вашем сердце, в сердечном аппарате, которые отвечают за ритм вашего сердца. Понятно? Так. И именно поэтому я вас прошу, как следует, внимательно следить за ритмом. Обязательно на это смотрите. После того... Я каждый день по утрам меряю пульс полностью. Афаратом. Хорошо. Значит, смотрите теперь. Тогда, когда вы вот две недели, эти полтора месяца проделаете, две недели отдохнете обязательно. Сможете, трудно будет. Не трудно будет. Сделайте, пожалуйста, биохимический анализ крови, посмотрите, холестерин и прочее. Вот это. Ладно? Ну, не сможете, что делать? Что делать? Сейчас это довольно сложно получается. Вот, я советую вам, советую вам, скажите, когда вы были у кардиолога, когда смотрели работу вашего сердца, врачи, они не говорили о том, что... А? УЗИ сердца мне делали в первый раз, когда я попал в больницу, в 11-м году. Там, в больнице. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, кальцинирование сосудистых стенок не отмечалось? Ну, сейчас я это не помню, в принципе, честно признаться. Ну, а в последний раз, когда вы были у врача, вам это мне говорили, не знаете? Нет, нет. Ну, мне вот это... Фибрилляция, пишет, в принципе, вот этот, кардиолог вот этот. Я понимаю, что это фибрилляция, я понимаю, что это связано с мерцательной аритмией. Понимаете? Вот что я вам... Фибрилляция в предсердии. Да. Вот, значит, две недели вы отдохнете. Простите, сколько вам лет? Шестьдесят шесть лет. Шестьдесят шесть. Вы молодой человек еще. Дальше. Вы чем занимались? Профессия ваша основная. Я военный пенсионер. Ага. Значит, смотрите. Вот две недели вы отдохнете, да? Как мы договорились с вами, после этого курса. Да, да. Да, да. После этого вы сделаете вот что? Один день. Один день всего. После двух недель перерыва? Да. Один день вы проводите вот тот рецепт, по поводу которого вы мне сегодня и позвонили. Идете на рынок, покупаете ровно 35 грамм петрушки. 35 грамм свежей петрушки? Да. 35 грамм. Так. Точно. Не грамм он больше, не грамм он меньше. По 35 грамм. У меня такие весы у меня есть. Ну, понятно. 35 грамм. Поняли? Так. Лучше прямо с корнями. Угу. Дальше. Вы делаете так. У вас большой термос есть? Ну, полтора литровый. Литровый. Есть литровый. Достаточно. Достаточно. Берете вот эти 35 грамм петрушки. Так. Крошите. Можно даже не очень мелко. Ну, как получится. Помельче всегда лучше. Ага. Эти 35 грамм сразу засыпаете в термос. Так. И заливаете горячей водой не больше 40 градусов. Понятно? 40 градусов. Ага. И настаивается ночь. Утром отсидели. Угу. И начинаете принимать. Через каждые полтора часа, через каждые полтора часа, полстакана, 100 грамм. Угу. Понятно? Да. Через каждые полтора часа, то есть вот условно говоря, в 10 выпили, через полтора часа следующий приём, через полтора часа следующий, и так весь день. Восемь раз. Угу. Что это такое? Это лишние соли, которые у вас есть в организме. Вот мы и уберём и ваши фосфаты, и всё остальное. Всё, о чём вы говорите. Угу. А от них зависит ритм вашего сердца. От соли? От солей в вашем организме. Понятно. Потому что, потому что, потому что, потому что, когда вам делали, вам делали УЗИ почек, там никаких образований не обнаружено? Анатолий Федорович, вот у меня на УЗИ органы в брусной полости на вторник назначены, я пойду. А раньше вам не делали? Ну, у меня там недостатка по почкам, этим печень, в принципе, было 9-миллиметровая киста печени. Да, а в почках? А в почках? Ну, там больше других нарушений вроде бы ничего не описалось, кроме кисты. Понятно. Значит, камушков или песочка нет в почках? Слава Богу, пока не отмечалось. Ну, в общем, мне кажется, что соли играют значительную роль вот в тех состояниях, о которых вы говорите. То есть, вот ваши ночные похождения в туалет, вот они зависят еще и от солей. От раздража... Они раздражают слизистую, понимаете, мочеводящих путей, и поэтому выходите в туалет. Понятно? Понятно. Вот именно поэтому. Но только один день. Понял, понял. Только один день. Вот такой вот 8 раз через каждые полтора часа по 100 грамм. Угу. Понятно. Понял. Понял, понял. Значит, для сердца плохого ничего нет, потому что соли и соли есть в петрушке, соли калия, калий есть, и магний есть в петрушке. Ну, а соль, то есть, натрия достаточно у нас в организме. Так что нагрузки на сердце здесь не будет, не переживайте. Понятно? Понял, понял. Ну, у нас сердце, в принципе, я, как сказать, особо у меня, как сказать, нет, в принципе, скажем так вот, физическое состояние у меня нормально. Вот я на девятом этаже живу, стараюсь пешком подниматься, я отдышку вообще-то не чувствую, в принципе. Ну, это у вас аритмия, то есть, еще до фибрилляции, до инфаркта не дошло, потому что... Почему вам доктор говорил про фибрилляцию? Потому что фибрилляция – это дорога к инфаркту, понимаете? Угу. Вот в чем вся штука. Поэтому за этим надо очень внимательно следить. Пожалуйста, пока вы все это будете делать, следите за частотой возникновения аритмии. Так. Понятно? А мне нужно записывать его, в принципе? Нет, нет, реже они появляются, эти вот аритмические состояния, дольше, меньше время, время уходит на приступ аритмии, понятно? Понятно. Вот за этим обязательно последите, хорошо? Ну, вот на этом я хотел бы закончить, понятно? Понятно. А, Анатолий Федорович, пару коротких вопросов, в принципе, да или нет, можно задать? Да, конечно. Ага, значит, а вот, я как-то, ну, газеты, в принципе, почитал, не знаю, это, конечно, как говорят, одна бабка сказала, может быть, так вот. Предлагаю, рекомендую, тыквенные масла, простаты, это как понять? Да, это хорошо. Хорошо это? Да, это хорошо. Так, а как ее принимать? По одной чайной ложечке два-три раза в день с едой. По одной чайной ложке перед едой? С едой. А, с едой. Да. Три раза в день? Два-три раза. Два-три раза в день. Пытаетесь найти лекарство? А? Пытаетесь найти лекарство? Ищите. Какое лекарство? Ну, с тем, чтобы, извините, с простатой было хорошо все. А, ну, понятно. Я вообще собираюсь в урологики, в принципе, понятно. Что собираетесь? Что собираетесь? Урологу, урологу вообще-то собирался. Давно надо было пойти. Понятно, понятно. Анатолий Федорович, вот морскую капусту при сердечном заболевании рекомендуют. Ну, там содержат консерванты Е-202 и Е-211. Николай Алексеевич, Николай Алексеевич. Да. Значит, мой вам совет. Да. Как вы питались, живя в Чебоксарах, и никогда в жизни вы не употребляли капусту? Морскую. Морскую капусту. Да. Вот как питались, так и питаетесь. Ни в коем случае не переедать. Этого достаточно. Введите больше белокочанной капусты, чтобы у вас отруби введите, пожалуйста, в ваш рацион. Ничего плохого, кроме хорошего, не будет. Понятно? Хотите морскую капусту, попробуйте. Я так думаю, что даже организм не очень примет. Понятно. Белокочану лучше, понятно. И вот еще этот тоже такой вопрос. Значит, после, опять же, в газете вычитал, что при ритме не рекомендуют, что перец чили и уклоп. Это, по-моему, ерунда, мне кажется. А вы знаете, что касается сильного перчения пищи. Перец возбуждает. Тем более, что он раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта. Особенно если... Ну, если все нормально с желудком? Ну, если все нормально, то, пожалуйста, принимайте. Но только не очень много. И все. Соблюдайте режим, меру во всем. Ага. Понятно. Анатолий Владимирович, я вам этого вопроса уже даю, конечно. Вы извините. Я вашу передачу смотрю с тех пор, когда она еще называлась «Помоги себе сам». Это программа, которая и сегодня существует, называется «Помоги себе сам». А там пишут «Семейный доктор» – это не одно и то же. Это, нет, это не одно и то же, потому что «Семейный доктор», ну, как вам сказать, называется, это право телевизионного канала. Здоровьем, здоровье. Чем вы здоровее будете, и наше здоровье дольше сохранится. Ну, это ладно, это уже, как называется, пожелание, дай бог каждому, чтобы здоровье у всех было. Но с Новым годом, я думаю, что буду поздравлять вас всех уже в следующем, в следующей нашей встрече. Ну, а сейчас, если у вас нет вопросов, я попробую уже другим людям ответить. Хорошо, Николай Алексеевич? Пожалуйста, до свидания, товарищи. До свидания. Друзья мои, есть одна самая простая вещь. Вот от чего зависит уровень мутагенности или частота, или сам процесс мутации, изменения, биологического, физиологического изменения нашего генетического кода. Как ни странно, первая причина – это токсины, которые, вот, их называют эндотоксинами, которые накопил человеческий организм, который накопился в человеческом организме. При этом всё время думают о том, что токсины – это что-то очень вредное, что есть в воздухе, в воде, в пище. И даже в той, которую вы покупаете на рынке, считаю, что вот, у фермера всё хорошо, у него нет ни удобрения, ничего другого, поэтому замечательные продукты. Всё не так. Потому что фермеры сегодня пользуются точно так же и добавками, концентратами для кормления животных, и лекарствами для того, чтобы, извините, сохранить здоровье поголовья, и кур, и больших животных, и свиней, всё, всё, всё используется. Понимаете? Вот чем вся штука. На самом деле, переизбыток даже очень хороших вещей, в первую очередь, приводит к тем процессам, которые называются мутагенностью. Алло. 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 Да. Наталья Ефимович, здравствуйте. День добрый. А Наталья Михайловна, Санкт-Петербург. Да, слушай, Наталья Михайловна. Я провела по программе очищение три раза. Так. Июль, сентябрь, октябрь. Очень тяжело идёт смородина с этим, с петрушкой. Очень тяжело? Потом поменяла в сентябре на календулу. Ага. Ну, вроде лучше. Так. И октябрь тоже была календула. Так. Как вы себя чувствуете сейчас? Ну, осложнение, это кружилась голова, и крестец палит. Ага. Так. Про... Ну, как бы, надеюсь, что герпес ушёл. Хронический баронхит, похоже, тоже. Ушёл. Ну... Ну, легче стало, легче стало. Да, были большие выделения. Хорошо. Чихал, кашал. Очень так. Так. И артроз тазоведренного мне ставили. Сустава очень болела. Вот сейчас хорошо. Так. Спасибо вам огромное. Вы мне замечательные слова. Прямо подарок говорите. Так. Вопрос какой у вас? Проблема у меня... Так. Ещё есть с позвоночником. Вот не знаю, как это приступить. Скажите мне, пожалуйста, с позвоночником что? Грыжи, протрузии, что? Так. Экстрадуральные ликворные кистры. L4, L5 позвонков. Так. 1,8 и 1,7. В каком отделе? В каком отделе? В каком отделе? Тазобедренный. Крестец. То есть крестец. Понятно. Так. Шейный там вообще ужас. Шейный отдел. Да. Вот этот седьмой, который самый выпуклый, он поворачивается как-то у меня. Неустойчивый, потом... Основной сустав, который вот после шеи, да? Спина и шеи. Вот там, где соединяют спина и шеи, да? Ну да, вот этот самый высокий. Да. Угу. И эти, как их, плоская спина, она у меня как бы вогнута туда, я так понимаю, вовнутрь. Вовнутрь? Ну да. Это грудной отдел? Ну, он задет тоже, я так поняла. Так, хорошо. Так, вопрос. И еще, ну вот, как подступиться, если я начинаю эту программу, и страв, и начинает кружиться голова, и... Понятно, для сосудистой проблемы. Понятно, значит, ну, это связано как раз вот с нарушением позвоночника. То есть, это... Начинаете очищаться, начинаете проводить вот то, что мы называем детоксикацию, у вас улучшается, в какой-то степени улучшается кровоток, поступает больше кислорода, и голова начинает кружиться. Вот тут цепочка простая. Значит, смотрите, пожалуйста, Наталья Михайловна, у нас с вами сейчас остается 6 минут. Значит, я попрошу вас вот что сделать. Значит, аппликатором Кузнецова пользуетесь? Сейчас нет. Чего-то побоялась-то. А чего вы боитесь? Да, головокружение-то сильное. Вы знаете что? Но, к сожалению, великому нам через это придется переступить. Аппликатор Кузнецова, пожалуйста, каждый день. Хорошо. Каждый день не меньше часа. Вот это минимальное, минимальное количество времени, которое вы должны использовать аппликатору Кузнецова каждый день. После того, как вы пролежали этот час на аппликаторе, пожалуйста, не вставайте сразу. Полежите без аппликатора, просто понежьтесь, полежите в постели. Хорошо? Причем, пожалуйста, очень прошу, под шею небольшой валик, чтобы шея лежала тоже на аппликаторе. От затылка до копчика. Я поняла. Это в обязательном порядке. Это первое. Да. Первое, что вы должны делать. Второе. Значит, вспомните рецепт вашего, как бы, питерца. Марка Яковлевича Жалонца. Это очищение, так сказать, вот, суставных сочленений в организме. А позвоночник – это целая гирлянда сочленений, да? Угу. Да. Связанных с отложением солей, с нагрузками солевыми на позвоночный столб. Рецепт петрушки, пангина или аспаркана. Знаете его? Знаю. Знаете? Знаю, знаю. Я и делаю. Когда делали? Каждый раз после двух недель травы. Жалонзы делали? Да. Да. Как вы его делали? Ну, петрушки 35 грамм, 800 кипятка на ночь. Значит, смотрите, пожалуйста. Так, когда делали последний раз? Вот, в октябре. Когда? В октябре. В октябре. То есть, сейчас уже декабрь, середина декабря. То есть, где-то два месяца прошло. Угу. Да. Значит, будьте добры, пожалуйста. Проведите два дня на фоне эппликатора, два дня, прямо подряд, два дня. Жалонз. Угу, поняла. Ладно? Да. Скажите мне, пожалуйста, вот эта неделя, которая нас отделяет от следующего моего появления в эфире, вы сможете начать делать аппликатор и Жалонзы сделать? Да. Будьте добры, сделайте и в следующую, в следующую пятницу обязательно позвоните. Хорошо? Да, да, я поняла. Тогда вот тут есть сложности, которые я бы не хотел, потому что вот вам необходим костный бульон. А, так я его пью? Абсолютно необходим. Пожалуйста, вот поделайте и посмотрите, как через неделю вы себя будете чувствовать, когда будете делать Жалонз, аппликатор Кузнецова и костный бульон. Хорошо? Угу. Хорошо. Значит, пожалуйста, календулу и петрушку, календулу и петрушку не употребляйте, ну, кроме Жалонза. Понятно? Так нет. А лист чёрной смородины и чистотел, пожалуйста. В таких же количествах ложка, да? Да, в таких же количествах, только чистотел, пожалуйста, одну чайную ложку. Угу, чайную, понимаю. Причём лист чёрной смородины в обязательном порядке за 30 минут до еды. Да-да, я это всегда едаю. И за 15 минут чистотел. Да, я понимаю. Скажите мне, пожалуйста, я просто себе ставлю здесь вопрос, да, с тем, чтобы помнить о том, что вы позвоните в следующей неделе. Значит, и вопрос у меня вот какой ещё. Так, Жалонз, это... Вы сказали, что... Да, да. Вот в таком режиме, пожалуйста, оставьте, ладно? И готовьтесь к тому, чтобы начать делать горячие грудные обёртывания. А экстрасистолы не помешают? Нет, не помешают. Угу. Понял. Какие лекарства вы принимаете? Ритмон. Что? Ритмонор. Так. И разжижение... И разжижение крови. Хорошо, оставьте пока так, как есть. Хорошо? Да-да-да. Хорошо, Наталья Михайловна, буду ждать вашего звонка в следующий раз. Ладно? Всего. Всего доброго. Очень тяжело. Друзья мои, ну вот на сегодня я уже не смогу больше отвечать на ваши вопросы. Временно в эфире дальше заканчивается. Я прошу подумать о том, что называется мутациями, мутагенностью. И помнить о том, что мы сами, в первую очередь, сами мусорим внутри нашего организма, что и приводит к мутагенности. До свидания. Здоровья вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok